Одна из важнейших деталей, необходимых для чемпионства в Национальной Баскетбольной Ассоциации, это качественная сила на скамейке запасных. Когда у основной команды не клеится, когда нужна поддержка, именно парни со скамейки добавляют ту самую энергию, которая зачастую может изменить ход встречи. Любой клуб НБА, имея хоть 5 звезд в основе, вряд ли сможет побороться за чемпионство без добротных игроков на бенче. На ранней стадии этого сезона множество команд по различным причинам потеряли своих лидеров, тем самым запасные игроки стали показывать себя гораздо лучше, так как получили больше игрового времени на площадке. С вами как всегда канал Оранжевый Мяч, и сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о лучших запасных игроках на данный момент в лиге, кто лучше всех показывает себя с бенча и возможно будет бороться за награду лучшему шестому игроку. Сейчас будем разбираться, но прежде чем мы начнем, просим вас собрать 300 больших пальцев вверх под этим видео и не забыть подписаться на наш канал, а также можете подписаться на наш твич канал. Спасибо и поехали! Для начала хочется поговорить о главном неудачнике прошлого сезона Дениси Шрёдерик, который все же нашел себе пристанище в Бостон Селтикс, но так и не получил желаемых денег, отказавшись перед этим от кругленькой суммы в Лейкерс. Несмотря на тотальное давление фанатов и смешки в свою сторону, Денис показывает отличный баскетбол со скамейки в этом сезоне. На данный момент он имеет статистическую линейку в 17,5 очков, 4,2 подбора, 5,4 передачи при 44% реализации всех своих бросков. Шрёдер играет вспышками и пытается сделать все, чтобы заполучить место стартового разыгрывающего. Лучшей его игрой пока что является матч против Милуоки Бакс, в котором он набрал аж 38 очков и сделал 8 подборов. Очень солидно. И хотя в последнее время Селтикс испытывают трудности, а их рекорд не вызывает восхищения, Шрёдер – одно из тех самых светлых пятен коллектива из Бостона. Он отлично использует свою скорость и антропометрию, чтобы пробиваться сквозь защитников. Бостону определенно повезло с подобным подписанием. Шрёдер идеально подходит к кельтам. Надеемся, что в дальнейшем он их также не разочарует. Перемещаемся в Бруклин. Пэтти Миллс – ещё один герой сегодняшнего ролика. Он набирает в среднем 10-4 очка, 1,7 подборов, 2,5 передачи при общем проценте 42. После потери Кари Ирвинга на плечи Миллса легла довольно большая ответственность. Однако он очень уверенно справляется с той работой, которая на него возлагается. После не очень удачного старта команда Стива Нэш реабилитировалась и сейчас имеет отличный рекорд 10-4, занимая лидирующие позиции на Востоке. Так вот Пэтти Миллс – один из инициаторов данного успеха. Он является очень серьёзной угрозой, как скоро со скамейки, и доказал это в матче против Оклахомы, в котором набрал 29 очков и реализовав при этом 9 трёхочковых бросков. Хотя перед той встречей у Миллса не совсем клеился его бросок, сейчас он вновь должен почувствовать уверенность в себе и поправить свой процент реализации. Даже без Кари Ирвинга Бруклин достаточно силён, чтобы бороться за чемпионство, а тем более, когда у них в составе есть Пэтти Миллс. Следующим игроком, о котором мы поговорим, будет Кармелла Энтони. Прямо сейчас он является одной из самых ярких фигур в составе Озёрников, набирая в среднем 16 очков 4 подбора при 47% реализации трёхочковых. У Лейкерс большие проблемы, они никак не могут понять, как правильно использовать Уэсбрука. Леброн находится в лазарете, а Дэвиса удаляют за развязанные шнурки. Полный кошмар. Но Кармелла Энтони одна из немногих причин для радости фанатов в этом сезоне. Десятикратный Олл Стар тащит во многом мёртвое нападение Лейкерс со скамейки, давая ему второе дыхание. Его снайперские способности в этом сезоне раскрылись на максимум. Фактически, благодаря нему, Лейкерс забрали сразу несколько игр в этой регулярке. Лучшей встрече Кармелла стоит считать матч против Хорнетс, где он набрал 29 очков, показав, что всё ещё могёт. Но что более важно, так это то, что Мэлла совсем недавно обошёл в списке лучших скореров в истории Мозеса Мэллоуна и переместился на 9 место в этом списке. Произошло это после отличного матча против Мэмфиса, в котором он набрал 28 очков и реализовал несколько ключевых трёхочковых. Команда вырвала победу. Если бы не Кармелла, Лейкерс бы были сейчас в гораздо более глубокой яме. Тайлер Хиро человек, о котором мы уже много говорим, но он обязан быть в этом списке снова. Парень в этом сезоне реанимировал свою карьеру, набирая 21,5 очко, 5,6 подборов, 3,7 передачи при 45% реализации. Майами много сделал для того, чтобы вернуться в гонку после успешного межсезонья. Но не менее важно то, что Хиро возвращается на свой былой уровень. Без него у Майами вряд ли что-то получится. Парень очень хочет прогрессировать. Он хочет, чтобы с ним считались, так же как с Дончичем, Янгом или Джаморантом. Хиро главный лидер скамейки Хит, который выходит и буквально взрывается, принося своей команде такие нужные очки. Лучшим матчем в этом сезоне для него стала встреча против Индианы Пейсер, с которым он набрал аж 30 очков и совершил 10 подборов. Хиро очень динамичный бомбардир, который добавляет команде скорости. Сейчас парень один из лидеров в борьбе за лучшего шестого игрока по итогам регулярки. Посмотрим, что будет дальше. Ну и последним игроком на сегодня, но естественно не по значению, является Алекс Карузо. Алекс, конечно, не может похвастаться выдающей статистикой какого-то скорора, но у него совсем другая роль. В 14 играх он набирает 7,5 очков, 4 асиста и 2,5 перехвата в среднем. Алекс великолепно поддерживает основной состав Чикаго со скамейки. Он отлично защищается и вносит сумасшедший импакт в результаты своей команды, которая очень неплохо начала сезон 21-22. Зачастую Карузо имеет лучший показатель полезности в своем клубе. Он один из самых эффективных игроков среди парней, которые сейчас выходят со скамейки во всей лиге. В последнем победном матче против Лейкерс Карузо не набрал ни одного очка за 3-4 минуты на площадке, но при всем при этом оказался самым полезным игроком своего коллектива с показателем полезности плюс 28. Это просто какое-то сумасшествие. Го от Карузо, по-другому не скажешь. И в этом сезоне он, как кажется, стал еще лучше, чем был раньше. Остальным командам стоит опасаться этого гения. А на этом наш ролик подходит к концу. Оставляйте свое мнение в комментариях. Кого мы забыли упомянуть в данном списке, а может быть с кем-то вы не согласны. Будет интересно почитать. А мы прощаемся с вами. Услышимся в новых роликах. Всего вам доброго. Любите баскетбол. И до связи.